собственно всем привет с вами андрей у нас выживание в подземелье вторая часть легенда колоссе давайте заберем ежедневную награду у нас три таинственных ключа таинственные ключи нужны для собственно открытия ну по крайней мере в моем случае открытие локации тюрьма собственно вот она присутствует у меня я на 10 уровне уже надо будет вместе с вами потом пробежать на 38 ключей также она нужна для если я правильно понял из списка вот сейчас я покажу вот собственно потребляет таинственные ключи также нужно для испытаний героя она тоже потребляет таинственные ключи и ограничено ну опять же это 44 нам нужно пройти для этого но в данный момент я не прошел еще 44 поэтому для меня это скажем так не актуально в данном выпуске я хотел бы вместе с вами пробежать попробовать пробежать собственно текущую локацию давайте соберем основную группу возьмем собственно вот так вот отряд ребята все 40 уровня снаряжение кашу них чуть слабее чем 40 у нас 15 150 тысяч силы статус у них всех энергичный собственно согласен вот собственно видите как видите это у нас стив если не ошибаюсь его зовут тут нам рекомендуют вилсона либо митию вилсон и собственно нам дадут дадут ядро света мы скорее всего будем драться с колоссом значит если будем драться с колоссом тогда лучше взять другой апатия потому что как я по я как я понял драться бой с колоссом нужно больше ядовиком брать колосс у нас лечится как вы помните из прошлых частей поэтому мы пойдем через урон мы пойдем чуть медленнее у нас софа ну так называемая софи вот вот этот вот персонаж которая только что здесь стоял он у нас более скажем так эффективен более эффективен против но она дает 20 процентов скорости у у нас получается 112 силы давайте попробуем у нас 40 ребята 34 уровень локации у нас значит собственно пробить они это заслужили верно вы двое почему вы с людьми заберите меня отсюда филия они необычные люди они победили короля рыб и уничтожили наших врагов я довольно хороши они также могут понимать наш язык моя вина просите за меня не любит какой цели вы пришли сюда мы самый ранее метатель этого болота вам понадобится помощь лучше вам нужно идти на рука нам нужна его помощь насколько я знаю первоначально обитание этого святого вещества должна быть занятым жестом он тянным монстром черная слизь может платить все вокруг если вы видите и что их много держите их подальше то есть если я правильно понял нам нужно драться с черной слизью будет у нас один этаж собственно давайте исследовать здесь ребята уязвимы к огню и к яду поэтому наша удача забивать их именно огнем и ядом собственно хамелеоны очень опасные ребята они как видите огонь они являются животными зверями они хамелеоны они очень и очень сильно любят уклоняться поэтому против хамелеонов работает очень очень хорошо способности против уклонения крым вырезают ядовик конечно у нас послабее явно он у нас масс урона понизил но ему это не поможет наша задача вместе с вами найти место где держат квест собственно и это место потом за скажем так чуть позже прийти собственно рыба что из себя рыба представляет тоже она является морской черт она называется бьет бьет кровотоком является зверем и слабость у нее к огню соответственно если у вас есть маг в пойти он очень сильно зайдет против этих рыб настреливаем заднюю позицию того чтобы она не встала собственно он скорее всего упал первые на первую позицию я откинули у нас пытается бить кровотоком но у нас стив которому все равно на кровоток также у нас по колоссам стоит дерево то есть тем самым мы лечимся от из дпс по зверям ну от любого дпс по зверям поэтому им будет очень тяжело против нас драться если мобы являются зверями в основном дали склянку это хорошо удары ты целом неплохо но самое лучшее по моим наблюдениям это крит и уклонение переключатель скорее всего квестовая локация поэтому давайте пока пропустим не полностью весь этаж исследуем во первых склянки не склянки заберем бахнем все для того чтобы поселение может быть не знаю что нас ждет там поэтому будем лучше чуть более подготовлены к этому делу собственно слизь но у нее так называемая как объяснить блин в общем она узелок яду то есть если ее бьете ядом и слизь просто падает максимальный урон ядом у меня также на переднем стоит позиции стоит отражение поэтому он это рыбина больше урона получает у меня очень сильная дпс один из лучших на момент по прокачке удочка давайте порыбачим на россия на кого-то призовет не страшно собственно крепкая рыба она у нас благословление прочная рыба дает мы будем есть его благословление прочной рыбой она нам дает наносим урон на 30 процентов увеличивать на одном на один этаж а у нас единственный этаж поэтому для нас был баф он шикарен собственно сюда не пускают поэтому пока мы сюда не пойдем и следуем дальше это как вы видели в наградах у нас ядро соответственно мы получим после этого боя колосса скорее всего поэтому наша задача вместе с вами собственно забрать колосса с текущего это у нас 43 собственно дальше болото так называемая туманная я думаю давайте мы кинем сюда немножко ядика и подождем существо еще жила убрали задника и забираем переднего собственно забрали эту компашку нам дали зелье лечения фон уже легкой брони не знаю что запон уже в теории потом посмотрим для нас они не сильно актуальна нам не дали телепортацию нам не дали собственно то по сути ни хрена нам не дали что это что у нас один этаж мы можем смело бафать сам у нас на реле присутствует навык поглощения тем самым мы можем одной зелье несколько раз прожимать если нам повезет наша задача вместе с вами собрать от можно больше бафов против босса потому что непонятно что насколько сильный босс и что нас там ожидает поэтому наша задача как можно сильнее снести эту компашку быстро можно быстрее как видите урон немножко подрос это говорит о том что мы делаем все правильно но опять же босс босс лечится из-за этого он лечился последний раз когда я смотрел лечился на 9000 копейками это за у него два стака это один стак у него был он лечился на 9000 соответственно вы сами понимаете что нам еще одну рыбу дали вкусная рыба скорее всего ничем 20 процентов у за героя но в целом ничего ничем не примечательная она еще один квест дело в чернослили они меняются как отвратительно наш единственный путь заблокирован нужно искать выход в другом месте двигаемся дальше собственно обычный бой давайте подеремся с этими как вы видите тут пробивка на лука есть давайте его ваншотнем удар 7000 неплохо накидаем на него немножко я до того чтобы ему покомфортнее было и удар я там 1600 был добиваем собственно ну party явно сильнее этой локации должно быть но опять же колосс он лечится поэтому нам может просто даже урона не хватит чтобы его убить колосс это у нас единорог собственно возвращаемся ты локации которые еще не исследовали мы в принципе взяли все возможные бафы которые могли найти это рыба и собственно выпало одно изделие мы бахнули изделие тоже у нас собственно носим урон плюс 30 и попадание всех союзников тоже плюс 30 собственно квс давайте посмотрим что нам там у нас ждет они здесь они повсюду эта штука накапливается так и будет продолжаться бум среди черной слизи вспыхивает ярко раз на пламя части слизи пузырятся из-за высокой температуры даже запускаем большое количество черного дыма впечатляющие просто потрясающие осторожно они разделяются мы должны сжечь их дотла слизь очень сильная но она узима к яду как вы видите то есть самое смешное что слизь а сама бьет ядом и она уязвима к яду в этом конечно очень смешно у слизи они регенерируются причем очень сильно бафаются то есть кулдаун 3 хода бафаются на наносимые уроны еще и деление то есть мы тупо заколебемся эту слизь бить по сути говоря но у них тикающий урон поэтому я мы мыслись убьем в любом случае это скорее всего упала ждем она ударила ядом но это не критично они друг друга полечили но им это опять же не поможет собственно время забрала еще одного на нас очень сильный яд вешают но опять же я говорю ядовики слишком сильны у меня поэтому они уберут эту слизь а почему именно ядовиков я взял и в пати потому что ну как вы помните в прошлой серии именно следовиками я у меня удалось пройти колосса отлично ребята вы успешно стояли в стороне черной слизи теперь можете перейти дорогу давайте перейдем заблокированный путь теперь доступен интересно какой из двух просто мы как вы помните два пути исследовали ну вот нам показывают что это верхний давайте добежим до верхнего на самом деле не особо сложная локация но насколько я правильно понял а тут чем выше цифра самого данжа тем большее количество этажей вы будете исследовать у меня уже в данный момент и идет по 6 этажей повторки ну собственно это легкий бой мы уже с ним сражались давайте снесем эту компашку об ударим электричеством людишек раз дпс им перейти закинем немножко я дико она скорее всего упадет на рыба сейчас будет атаковать переднюю позицию по уклонению она ударила у нас кстати говоря чтобы вы понимали руки у нас то ты у нас уклонение 80 у него удар 84 а у нашего дпс ра а так вообще 2000 пробить и 39 дико они 27 и 25 на самом деле самый лучший баф как вы помните я говорил уже самый лучший баф это криты и уклонение потому что большинство локаций пробиваются именно таким образом нам опять что-то разблокировали детский сад давайте посмотрим что в этот раз нам вы разблокировали то есть как видите двигаемся туда тоже можно пройти на на можно пройти давайте перейдем двигаемся двигаемся на самом деле вот это вот запутанные многоходовки не всегда удобные но все таки собственно путь разблокирован мы можем пройти тут нас встречает сундук и переход дальше скорее всего золотом для нас она не актуальна тут разветвление идет опять же мог бы давайте их уберем и первая позиция как вы помните очень сильно ядовитая точнее каскать не ядовитая она очень сильно любит уклоняться из-за этого ее в идеале вообще забрать за один ход потому что он потом себе настакает уклонение и мы просто заколебемся его пинать собственно заблокировано проход как видите золото вообще копейки здесь падают после переход давайте посмотрим что ли переход там уже тут много народ так понятно давайте вверх прогуляемся тогда там опять разветвление поэтому я решил вверх сидеть прогуляться посмотреть собственно два этих сейчас быстренько уберем они хамелеон есть наживаясь называется ничем особо не примечательные могут достаточно слабые но опять же если в бою затянется вы скорее всего убить их не сможете исключение истоковые на спать или например огонь и либо я ты у них он тикает доты так называемые текущие доты в виде огня я да и так далее маска похитителей немножко монет снаряжение скорее всего низкого уровня давайте посмотрим до 32 уровень для нас она в принципе не актуально будет ну мушки и ботиночки там еще ну это она будет смотреть отдельно уже опять же обратить внимание заблокированный проход то есть нас опять будут кругами водить из-за того что локация через одно место сделано честно не совсем удобно проще всего когда вас кругами не вводит и вы сразу же грубо говоря нападаете на то куда вам нужно давайте посмотрим что у нас здесь у нас здесь собственно бой давайте уберем первую позицию едва ядовика уберут заднюю слизь тут дожмите на 1 хватило очень удобно давайте пока открывать не будешь непонятно что и себя она представляет пробьем вот эту компашку как вы понимаете первое падает задник потому что если он нас так и тебе мы с ним заколебемся поэтому задник в любом случае падает 1 рыба тоже опасная особенно если она будет нырять под этот под воду но для нас в принципе не критично мы ее убьем в любом случае просто мы чуть дольше по времени будем это делать а потому что у нас присутствуют ядовики они ее раздамажит давайте порыбачим еще одну рыбу получили вкусную вкусная рыба как вы помните это просто восстановление максимального здоровья ничего особо такого примечательного давайте нажмем на рычаг где-то там что-то у них открылась на самом деле сделано как видите тут еще у нас открылась локация давайте пробежимся туда она у нас нужно идти прямо 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 туда не сворачивая 73 собственно проходная локация тут пара монет валяться будет даже шарф еще кинули ну шарф скорее все бесполезен 76 здесь разветвление давайте на одиночную руку пока сходим посмотрим что там тут опять же разветвление капец какая локация другая а на самом деле это очень плохо но с другой стороны это шикарно почему потому что во первых это квест собственно какой-то квест нашли но мы квест на хвост пойдем чуть позже потому что возможно какие-то бафы не бафы будут соответственно нам бы в идеале забрали в заднюю позицию наливаем яда на на первую позицию 1600 урона она получила в лицо от яда плюс отражением она еще получила около 700 урона сундук скорее всего как вы видите мы опять уперлись капец как же тупики размораживать на самом деле в повторках когда вы будете проходить повторки повторках тупиков практически нету то есть вы всегда во что-то придете и все заканчивается вот именно такими вот комнатками покажу спасибо упремся в комнатку то есть любой комнаткой все заканчивается но не а собственно тупиком это только чисто видимо по сюжету тупики здесь присутствует постоянные но у него нет шансов потому что яд очень сильно бьет их и тем более у меня два ядовика в пати вот опять же обратить внимание тупика но это же просто капец какой-то собственно усиленная рыба давайте уберем три звезды рыба но она скорее всего дохлая единственно давайте посмотрим что у нее висит на ней висит отражение причем она постоянное отражение но она в любом случае погибнет потому что она будет падать от яда дебафа им все на уклонение для того чтобы мы не чувствовали задников ваншот им собственно заднюю позицию кидаем яда побольше она нас бьет отражением ядом ею-то не спасет учитывая то что она является зверем у нас хил идет дополнительный от нее это колосс дерево собственно начинаем расстреливать ее настакиваем яд мы в принципе уже можем попробовать но я думаю сначала попробовать всплывает регенерирует здоровье восстанавливает 450 единиц уже каждый ход а нам это нужно уменьшение атаки уменьшение атаки передача яда развеивается специальный прошок уменьшали атаку давайте уменьшим атаку удар я там она нырнула ну сейчас стив ее она всплывет на выглядит на самом деле ужасно страшно очень выглядит собственно 6000 нам урона не хватило кидаем еще немножко яника и собственно ваншот им рыбу десять тысяч ну рыба с честно говоря очень дохлая было мы были готовы какую-то обсидиановое кольцо непонятно что за кольцо 32 уровень для нас она бесполезная в принципе потому что наши ребята сорокового как вы понимаете непонятно куда дальше идти у нас 96 процентов и а у нас собственно еще один квест нам нужно видимо туда идти давайте бежим 96 сейчас собственно вот видимо поиск либо за колосса будет либо с колоссом не знаю глубоко внутри болота где-то в густом тумане слышно риев кажется в тумане имеется это яркий свет мы дошли мы должны торопиться осторожнее ребята он излучает такой сильный свет когда он в ярости должно быть что-то его разозлило обнаружив обнаружив что к ней приближаются люди эльф эксион приходит в ярость на его теле покрылся покрылся в черный свет на его груди винился большой черный предмет это слизь он пожирает энергию священного вещества если они срастутся последствия будут невообразимы осталось только один верят разогнать паразитов из тела эльфа света если я прав мы будем драться с колоссом какая грязь по 2000 духовного урона это дохрена блокирует входящие это видимо какой-то другой колосс а не все равно видите то есть есть вот это использование крутощей раны вы наносите уранчик а ну это фигня а он меня станет еще и рассеивает какая грязь а учитывая то что он колосс его заставить скорее всего не получится ну мы в любом случае его убьем единственное чуть дольше по времени это будет настакиваем на него яд как вы помните здесь нужно его наверное кинуть в понижение атаки нам кажется это не поможет что он там кастует уменьшая атак цели к себе кидаем на него метку чтобы больше урона он получал а также можно кинуть еще урон понижения и кидаем на него собственно яд яд полторы тысячи всего лишь он сейчас по площади будет бить духовным уроном это очень плохо он еще начал контратаковать настакиваем на него яд ну собственно можем попытаться еще ему кинуть в понижение ну как вы видите он сам выпилился я честно говоря так и не понял что произошло там очень жирный колосс был то есть 32 тысячи это дохрена но он почему то выпал черные слизь не удержит сильные атаки отделяется от тела эльфа и он быстро лежит в болоте эльфа света икси он вскоре становится нормальным ходит туда-сюда вокруг группы вроде бы выражая благодарность за помощь ядро света мы получили это говорит о том что у нас колосс теперь доступен мы пробили данж это у нас 4 3 собственно мы можем выходить сто процентов прохождение его давайте посмотрим колосса у нас 41 уровень предметы мусорные на нам колосса не отдали что че то я не пойму а нам не отдали колосса почему не отдали очистить 4 3 нам же должны были отдать колосса я че то не понимаю вот ядро ядро света использовали активации колосса не понял а почему у нас колосс недоступен а вот собственно колосс сам вот его скины рассеивание ваших дебафов удобная тема каждые три хода получают позицию духовного урона увеличен носимый духовный урон на 50 процентов ну неплохо 3 4 позиция а один слой фазов получает один слой фазов исцеления восстанавливает узе максимальный ход очищающий аура когда герой атакует мутант герой выполняет контратаку мы еще получаем урон противником на 8 процентов на 2 хода до 3 раз ну честно говоря сомнительный колосс слабоват но у вас еще качать мы его будем вот как то собственно так всем большое спасибо за просмотр с вами был андрей всем пока